Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Олеся Куприна. Государственный академический русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной выступит на основной сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра с концертом посвящения Людмиле Зыкиной. Но перед этим нам повезло, именитые артисты не отказались заглянуть в студии телеканала «Хабаровск». Здравствуйте! Добрый день! Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы услышали просто потрясающий фрагмент. Но это всего лишь фрагмент, я так понимаю, того большого концерта, который сегодня, 29 марта, состоится на сцене Музтеатра. Что нас всех ожидает? Это можно описать словами? Вы знаете, с одной стороны, это, конечно, наверное, можно попробовать и писать словами, но об этом как-то вот так коротко сказать практически невозможно, потому что мы сегодня ждали этого концерта, ждали этой встречи, и есть тому много причин. Но, конечно, готовясь к этому концерту, нам хочется сегодня очень многое подарить со сцены слушателю. И программа будет, конечно, очень насыщенная, очень интересная. Конечно, в ней будут звучать, безусловно, песни, песни и из репертуара Людмилы Георгиевны Зыкиной. Эти песни для нас исполнит Ирина Кротова, солистка ансамбля России. Это будет музыка композиторов, стихи поэтов, которые дружили, которые писали для Людмилы Георгиевны Зыкиной. Это будут песни из репертуара тех певиц, с которыми она дружила, с которыми ее соединяли, какие-то очень такие тесные, неразрывные такие вот профессиональные ниточки вот в жизни. Это будут виртуозы, солисты ансамбля России, потому что ансамбль России – уникальный коллектив. У вас даже есть чемпионы мира. У нас даже есть чемпионы мира прямо вот здесь сегодня в студии, да. Поэтому вот это все будет в двух отделениях. Задача одна – уложиться по времени, но мы не будем спешить. А, кстати, сколько это по времени будет? Ну, программа будет в двух отделениях. Где-то, я думаю, что порядка двух с половиной часов это все будет происходить. Это спектакль музыкальный. Есть ли возрастное ограничение? Вы знаете, ну, оно, конечно, формально есть, это возрастное ограничение, но мне в связи с вашим вопросом вспоминается одна навсегда вообще запавшая в мое сердце история, так скажем, ситуация. Мы завершали уже наш очередной концерт в городе Новокуйбышевске в Самарской области. И в конце концерта у нас звучат две самые великие песни из репертуара Людмила Георгия Мезыкина. Это Оренбургский платок и Волга, знаменитая издалека долга, течет река Волга. И когда мы пели Оренбургский платок, подпевал весь зал. И я случайно так вот повернул голову в зал, и в первом ряду сидели две маленькие девочки. Ну, если им было, может быть, три-четыре года, ну, не больше. Вот у них ноги не доставали до пола, они ими так вот двигали. Понимаете, вот что такое вот эта вот энергия, что такое вот эта память генетическая в нас, в наших сердцах? Они не зная слов, они не зная этих песен, они не могли знать эти песни, они не знали даже, конечно же, и Людмилы Георгиевны Зыкиной. Но с ними что-то происходило то же самое, что происходило со всем залом. И они вот так вот, двигая маленькими ножками своими, они пели тоже этот Оренбургский пуховый платок. Конечно, может быть, не попадая в слова и в ноты, но вот они были вместе с нами. Откликались. Вот так вот. Вы, кстати, предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела как раз узнать о том поколении новом, которое приходит на ваши концерты, да, так называемое поколение зумеров. Это люди, которые вот не застали вот ту самую эпоху, но тем не менее все равно они песни, хотя бы некоторые, но знают. И самое главное, что вот у этого поколения зумеров сейчас есть такая штука под названием «Пушкинская карта», воспользовавшись которой, да, они могут бесплатно посетить концерт и насладиться им. Вот велика ли аудитория вот этих зумеров на ваших концертах? Вы знаете, здесь прежде всего, вот отвечая на первую часть вашего вопроса, я хочу подчеркнуть, что самое главное прийти на концерт, потому что все остальное произойдет во время концерта. Вот это чудо, это вот невероятное вообще… Вот эта искра, любовь. Да, 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 она зажигается во время концерта, поэтому даже если кто-то не знает или сомневается, придите и все случится. Вот это чудо произойдет прямо во время концерта, как мы говорим, здесь и сейчас. Аудитория самая разная. Да, конечно, приходит на наши концерты то поколение, которое знало и любило, и продолжает любить, и Людмила Георгиевна Зыкина, и наш коллектив, и эти песни. Но самое разное. Вообще ведь национальное искусство музыкальное – это на самом деле один из самых современных и активно актуализирующих и развивающихся видов искусства в современном культурном пространстве. Мы играем самую разную музыку, и сегодня на самом деле со сцены будет звучать и много премьер, и много просто современной, неожиданно звучащей на наших инструментах, на народных инструментах музыки. Поэтому все это ждет сегодня нашего слушателя, и это, конечно, не может оставлять равнодушие. Я, конечно, не могу пройти мимо тех слов, что Алжас – чемпион мира по баянам. Это вообще как? Вы знаете, вообще международный конкурс Кубок мира проходит уже несколько десятилетий. Он проходит в разных странах мира. Первым чемпионом мира из наших российских музыкантов, из советских тогда музыкантов в 1968 году стал Юрий Вострелов. Тогда конкурс проходил в Англии, в Лестере, в городе Лестер. В 1921 году конкурс проходил в Германии, в Мюнхене, и солист ансамбля «Россия». Также Алжас в настоящее время является еще пока студентом Российской академии музыки имени Гнесиных в классе профессора Фредриха Робертовича Лихса, да, да, да. И вот Алжас отправился на этот конкурс. Алжас, может быть, ты расскажешь вообще, как это стать чемпионом мира? Я не сказал бы, что проснулся сразу звездой, и сейчас особо себя таким не чувствую. Но я на этот конкурс готовился давно, целенаправленно. И когда этот конкурс начался, я, естественно, поехав, очень был рад. Это был очень сложный конкурс, на самом деле, мне было очень тяжело. Но, по крайней мере, я старался, и вот у меня это получилось. Конкурс проходит в трех турах, вот что интересно, что играть надо очень много музыки, и разной. Поэтому занятия у меня были, конечно, такие. Вот если брать сравнение со спортсменами, да, они после участия в чемпионатах мира, олимпийских играх, ну, в каких-то крупных событиях, они потом вот восстанавливают свое тело. Вам пришлось восстанавливаться? Мне пришлось восстанавливаться еще до конкурса, потому что во время занятий как-то изнурил себя. Восстанавливался до конкурса, потом съездил туда, вернулся, и еще восстанавливался после конкурса. Но я хочу добавить, Лжас так скромно сказал, что занимался очень целеустремленно и целенаправленно. Я был свидетелем того, как он занимался. Вечером где-то он приезжал к нам в офис ансамбля «Россия» в Москве на Фрунзенскую набережную, где-то к 9 вечера. Бал баян и садился заниматься. Я в это время уходил домой с работы, и дальше где-то приходил также в районе 9 утра на другой день. Я открывал офис, заходил, я слышал звуки баяна. Лжас продолжал заниматься. Вот так вот ночами напролет готовятся к конкурсу Кубок мира и потом становятся чемпионами мира. Так что есть один секрет в этом. Кредица, да, собственно, работать. И в этом весь секрет. Весь мир всегда был неравнодушен к нашей стране, к России. У нас великая культура. Вот что для вас сейчас значит выступать в ансамбле под таким громким названием. Громкая. Для меня, на самом деле, она очень естественная. Я очень всегда ощущала сопричастность к своей родине, к музыке, которая меня окружала, которая стала частью меня или я частью ее. Как вернее сказать, не знаю, наверное, и то, и другое будет верным. Поэтому достаточно естественно. Другое дело, что, конечно, я соприкоснулась с песнями, которые связаны с создательницей этого ансамбля. Это была такая непростая для меня задачка, потому что у меня репертуар не маленький. Но вот к этим песням я сознательно, можно сказать так, их отодвигала. Но когда они вошли в мой репертуар и открыли для меня новые краски и моего голоса, и новые, скажем, какие-то механизмы воздействия и общения с публикой, это невероятно интересно. И как трудно это все исполнять, и при этом как много получаешь. То есть это такой вот оборот идет. На протяжении какого времени вы уже подключены вот к этому новому источнику? Ну, не знаю, но... Но уже несколько лет, уже, да. Пять лет назад, наверное, да, состоялась премьера программы посвящения. И, в общем, было невероятно. Вы знаете, меня очень часто на пресс-конференциях или на интервью спрашивают, конечно, такой достаточно распространенный вопрос, ну, где же она вторая, Людмила Зыкина? Ну, конечно, всем хочется этого узнать. Ну, вот я всегда подчеркиваю то, что Людмила Зыкина одна, на века осталась одна. Поэтому, вторых, мы не ищем. Мы ищем первых, но уже других исполнителей. Поэтому вот Ирина Крутова, она является по праву обладательницей титула «Звезды русского романса». Она победитель престижнейшего, самого престижного международного конкурса «Романсиада». Теперь она уже является членом жюри этого конкурса и ближайшим соратником Галины Сергеевны Преображенской, создательницей этого конкурса. Это удивительный вообще форум просто таланта, искусства настоящего, и как раз вот нашей русско-отечественной музыкальной культуры. Но это же еще и большая ответственность, как я понимаю. Вы знаете, в первую очередь, это большое счастье. Ответственность, она само собой для человека, который погружен в процессы, и погружен в него не как-нибудь, а целиком и полностью, всем сердцем и всем своим существом. Поэтому это такой, в общем-то, естественный момент, ответственность. А как иначе? А вот как вы думаете, с чем связано то, что даже вот я, когда узнала, что мне предстоит интервью с вами, я ходила, напевала вот эти песни, и вот я совершенно не умею петь, не то что профессионально, вообще никак, но подпевая, вот сразу где-то в груди растекается что-то очень теплое. А что это за магия такая? Я не знаю, ответа, но она есть. На самом деле, да, ответа на этот вопрос, может быть, его и нет, и действительно, но это вот та какая-то тайна, не знаю, за семьей печать не ли, не за семьей печать, но вот то, что вот я, вот у вас или вот у тех девчонок маленьких, о которых я рассказал, что в этот момент происходит? Почему, когда мы поем Оренбургский платок со сцены, я вспоминаю свою маму, и я отворачиваюсь максимально из залпа, что у меня начинают течь слезы, хотя в своей жизни песню Оренбургский платок я, например, играть буду вот в сегодняшний вечер, может быть, уже в 201 раз, понимаете, по счету. Но уже, конечно, я привык и знаю каждое слово, каждую ноту. И каждый раз одно и то же происходит со мной, и с каждым музыкантом-исполнителем на сцене, и с Ириной, и зал, который подпевается. Люди не стесняются этих слез, потому что это чистое, это слезы доброты, это слезы любви. А мне еще пришло в голову слово «соборность». Мне кажется, что вот именно это начинает происходить, когда совершенно чужие друг к другу люди порой чувствуют единение, такое самое настоящее, самое чистое, искреннее единение, не какие-то там лозунги, какие-то движения такие искусственного рода, а по движению души и сердца, мне кажется, вот что-то такое, наверное. Вы сказали, что довольно долго сюда ехали, были сложности, ну, мы все знаем, какие сложности, да, вот эти два года, они были, мягко скажем, непростыми для всего мира, и для нас в том числе, но, наконец-то, теперь мы можем ходить в культурные учреждения без препятствий, ну, разве что маску надеть, да, как-то обработать руки. Тем не менее, QR-коды отменили, стопроцентная загрузка. Благодаря кому и чему вы все-таки доехали до нашего города и будете радовать наших зрителей? Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что мне очень хочется поблагодарить всех, кто к этому причастен, потому что именно вот в эти непростые, как вы сказали, в это непростое время пандемийное, как мы его привыкли называть, родился один уникальный, по сути, проект, Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации. Это то, чего мы ждали, просто вот с нетерпением уже много лет, и вот оно появилось, и это стало невероятным событием. Министерство культуры Российской Федерации и федеральная дирекция фестивальных и музыкальных программ Росконцерта стали организаторами этого проекта, и в рамках вот этого Всероссийского гастрольно-концертного плана, в рамках которого проходят гастроли федеральных театров, региональных театров, театров из столицы в регионы приезжают. И в рамках вот этого проекта есть проект, который называется «Мы – Россия». Это гастроли национальных коллективов. Вот в рамках этого проекта проходят гастроли ансамбля «Россия», вот в частности сегодня мы в Хабаровске, хора имени Пятницкого, кубанского казачьего хора, ансамбля «Березка». Я вот сейчас могу оркестр имени Осипова, я могу сейчас продолжать северного хора, сибирского хора, оренбургского хора, рязанского, то есть всех наших уникальных, потрясающих ансамблей «Лесгинка», ансамбля «Война» хореографических. То есть это такая палитра невероятная. И вот этот проект «Мы – Россия», вот этот всероссийский гастрольно-концертный план, они позволили реализовать гастроли вот этих коллективов. Это не просто и финансово, не просто с точки зрения логистики, организации всего. Поэтому мне хочется, конечно, от души поблагодарить, конечно, театр, музыкальный театр Хабаровский за поддержку, за помощь в организации этих концертов. У нас большой тур. Мы в Хабаровск прилетели с Петропавловска-Камчатского, и завтра мы еще отправимся на Сахалин. Только потом должны будем возвращаться в Москву. Я так понимаю, что, конечно же, вам очень сложно, потому что гастрольный график плотный, но тем не менее вы каким-то образом сберегаете свои ресурсы и отдаетесь публике на 100%. Как у вас это получается? Сейчас будет такой выдох. Вы знаете, на самом деле здесь тоже что-то необъяснимое порой происходит, потому что, ну, что греха таить. Иногда мы так устаем в дороге. Ну, представьте, даже смена часового пояса, например. Да, конечно, тогда, когда нужно выступать, например, вот у нас был позавчера концерт в городе Вилючинск на Камчатке. В Москве было 4 утра. Не просто в это время выйти на сцену и выступать. Поэтому, ну, на самом деле, вот здесь мне хочется поблагодарить наших зрителей, потому что, если честно, они нам дают силу. Потому что мы выходим, и вот, да, их аплодисменты, безусловно, но их глаза, вот та энергия, которая идет из дала, мы понимаем, что нас ждут, мы понимаем, что мы нужны. И вот здесь вот эта усталость, она куда-то временно уходит на второй план. Потом после концерта опять хочется спать. Наваливается. Да-да-да. Но во время концерта это исчезает. Для тех, кто, к сожалению, по каким-то причинам пропустит этот концерт, какие у них есть возможности? Вы знаете, ну, во-первых, я всех приглашаю к нам на официальный сайт ансамбля «Россия» в интернете russiaensemble.ru. Очень красивый, кстати, сайт. Я зашла, налюбоваться не могла. Да, сайт у нас современный, очень-очень интересный. И, кстати говоря, на сайте у нас есть раздел, который называется «Виртуальный культурный центр». И каждую неделю по вторникам в 19 часов по Москве, конечно, для вашего региона это время не самое удобное, но мы в архиве потом все эти записи наших программ выкладываем. Поэтому со всеми нашими исполнителями, с Ириной Крутовой, с Олжасом, с многими-многими еще вот всеми, те, кто здесь изображены вот на этой фотографии, можно будет встретиться и услышать их исполнительское искусство. Поэтому здесь возможности сейчас, конечно, цифровые, они большие. И мы, безусловно, будучи людьми современными, актуальными, мы, конечно, ими пользуемся в полной мере. Ну и не могу, извините за такое слово, не похвастаться, то, что, посмотрев нашу программу, люди тоже могут получить хоть и минимальное, но наслаждение, да, минимальное в плане того, что по времени. Ну что ж, завершая эту беседу, хочется, конечно же, услышать теперь потрясающий голос Ирины. Я не знаю, насколько сейчас он будет потрясающий. Мне кажется, Оренбургский плато, но о нем так много сегодня сказали. Да, что-то неизбежно, да. В этот вьюжный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи, Оренбургский пуховый платок. Продолжение следует. А дальше подхватывает зал на концерте, и мы уже только аккомпанируем зал, потому что вот так вот бывает на концерте. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время, заглянули в нашу студию. Не очень долгая у нас беседа получилась, но, тем не менее, мы благодарим вас, и заезжайте еще обязательно. Спасибо большое. У нас в гостях были музыканты Государственного академического русского народного ансамбля России имени Людмилы Зыкиной. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровсктв.ру. Я, Алиса Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова